Звезды Звезды Доверимся, Звезды Они могут только подпортить привычный ход дел Прислушивайтесь только к внутренним ощущениям Сегодня весам стоит рискнуть по кругу Ведь в этот день вам будет голдырь Что-то не открывается и я слесарю скажу Пойдемте посмотрим следующую комнату Да вы открываете не тем ключом, номер не тот А где же он? У вас в руке, дайте У вас тут кто-то живет? Быть не может Первый раз вижу Вы тут живете? Я просто еще не выселилась Нина Ивановна ничего не знала Я ключ не сдала еще Ах ты бессовестная Звезды Звезды Простите, пожалуйста, Ниночка Ивановна Есть куда пойти-то? Да, этого полно куда пойти Хорошо Спасибо, что не сдала Тебе мой совет Привыкай рассчитывать только на себя Спасибо Все, прощай До свидания Знать бы еще как это На себя рассчитывать Господи, ну как же я ненавижу этот день Здравствуйте Здравствуйте Здравствуй, Женя Здрасте Здравствуйте Солнце мое Привет Привет А что случилось? Что с лицом? Куда ты собралась? Меня из общаги водой Жень Ну и плюнь на них Давай Главное, что мы с тобой вместе, да? Да У меня есть для тебя подарок Правда? Маргарита Александр Львович Пёрышко вас снова задерживает? Да нет, что вы Я вот Сумку помогал донести На сеанс На сеанс Пёрышко, сегодня ты в процедурном Я в регистраторе же Сегодня в процедурном Маргарита, ну зачем в процедурной? Я же говорила, что я боюсь виду крови Чушь, первый раз слышу Если не чушь, я могу в обморок грохнуться Так давай быстрее Кто следующий на забор крови? Проходите Проходите Что ты стоишь? Перчатки, инструменты Давай, как учили Проходите, пожалуйста Проходите Доброе утро, дочка Доброе утро Садитесь Ой, дочка Не люблю я кровь сдавать Из пальца ещё ничего А из вены Ты уж постарайся не больно А то я слышала Одну женщине Насквозь руку прокололи А вторую кололи, кололи И в вену никак попасть не могли Так, пирожки, спокойно Надо бояться Чего надо бояться Ничего, вы кулачком поработайте Так, всё сожмите И дышите ровно Ой, больно? Страшно Что-то мне нехорошо Вот ведь криворукая Вот, полюбуйтесь Грохнулась в обморок Прямо во время процедуры Угробила все анализы Покалечила пациентку Я вам говорила Она абсолютно профнепригодна Но я же вас предупреждала, что боюсь крови Чушь Первый раз слышу Ну, слушайте, ну что за чепуха Медсестра и боится крови Но я же могу в регистратуре А если нужно подменить? А если нужно срочно помочь больному? Это больница, а не детдом Тут никто тебе подтирать не будет Вот объясните мне, почему мы держимся за эту Когда хорошие специалисты с красным дипломом сидят без работы? Маргарита, пожалуйста Пожалуйста Вопросы с персоналом решайте самостоятельно, хорошо? Хорошо Спасибо Жень, ну что случилось? Снова слезы Кто обидел мою девочку? Меня с работы выгнали Маргарита Ноуна постаралась А ты откуда знаешь? Да все знают У нее племянница с красным дипломом А ставки свободной нет Надо было давно главврачу рассказать, что она тебя выживает Нет Солнце мое С днем рождения Букет в ординаторской Какой он милый Спасибо большое Ну, мне пора бежать А ты не грусти Твой день рождения отпразднуем вечером у нас Познакомлю тебя с моей мамой С мамой? Да ты не переживай У меня самая лучшая в мире мама Это моя мама, Оксана Дмитриевна Мам, а это моя девушка Женя Здравствуйте Очень рада знакомству Хоть у нас и не принято приглашать гостей без предупреждения Да вы знаете, Саша совсем не виноват Это просто день сегодня такой Ненормальный Это вам Проходите А вот и любимый Сашин пирог Это семейный рецепт про бабушки Обожаю Оксана Дмитриевна, у вас такие чашки красивые Это фамильный фарфор Мы достаем его по особым случаям А сегодня как раз особый случай Сегодня у Жени день рождения Какой ужас У твоей девушки день рождения, а ты привел ее за пустой стол Да вы чего? У вас такой пирог замечательный И вообще у меня никогда не было такого чудесного дня рождения Вот учись, Саша, как надо делать комплимент А это не комплимент А как в вашей семье отмечают дни рождения? Мам Женя сирота То есть Совсем? Ну я детдомовская Меня подбросили И даже без документов А сегодня еще с работы выгнали и с общежития Ну вот я и подумал, пусть Женя переночит у нас А завтра мы квартиру снимем Ну или послезавтра Да Хорошо Ну это же Чай не холодный, я кипяток забыла налить Пойду согрею Жень, вы мне не поможете? Конечно Сашенька, кушай, мы сами управимся Ой, а чайник Забудьте про чайник Забыла Женя Вы замечательная девушка Не случайно же мой Саша выбрал именно вас? Спасибо большое, у вас он тоже чудесный Но Вы не можете быть вместе Почему? Вы ему не подходите Он меня любит и я его люблю Возможно, но кто вы? Кто были ваши родители? Разве нормальный человек способен бросить своего ребенка? Поймите, деточка Моему сыну есть что передать своим детям Я сейчас не только про гены, но и про традиции, воспитание А чему сможете научить моих внуков вы? Какой наследственностью их наградите? Деточка, пройдет время Вы успокоитесь И согласитесь с тем, что я абсолютно права Но о моем Саше Вам придется забыть Может, надо у Саши спросить? Будет лучше Если Саша не узнает про наш разговор Если вы его действительно любите Вы же не захотите поставить его перед таким Болезненным выбором Что вы стоите? Идите Идите О, мам, ты здесь? А я слышу, дверь клопнула А где Женя? Да ей кто-то позвонил, и она ушла Как? Ешь и жить негде Я, ты знаешь, тоже очень расстроилась Мне кажется, у меня даже началась мигрень Ну и куда ты пошел? Я снял ей матери массаж ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда уже кончится этот проклятый день? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну кто-то же меня родил Ну мать же точно была Может, они потерялись А вдруг они прямо сейчас меня ищут? Ну если бы искали, они давным-давно тебя уже нашли Ты не о том думаешь Нужно думать, как сейчас жить Сколько у тебя очередь на квартиру? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, комиссии обещают Год ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты ходила, проверяла, уточняла? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот что я предлагаю Есть пансионат для пожилых людей Там директором Мариночка Выпускница нашего интерната Мне она точно не откажет А у тебя будет крыша над головой И зарплата ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КЛАВДЯ Матвеевна, вы просто волшебница ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам! А я кроме вас никого нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спокойной ночи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Вы говорите с моим свидетельчиком. Я уже влюблю. Звоню сюда. Ну, то, что ты детдомовская, не дает тебе никаких привилегий. У нас очень жесткие требования к персоналу, и тебя это тоже будет касаться. Хорошо. Ну, и, конечно, то, что за тебя просила Клавдия Матвеевна, ничего не значит. Конечно. Я так поняла, жить негде. Есть такое. Ну, пойдем, поселим тебя. Категорическое требование. Никаких личных отношений с постояльцами. Конечно. Коридор мыть тихий сейчас, в комнатах прибираться по расписанию. А если вот такой он берет, Василий? Игнорировать. Здесь живет Василий Петрович, он человек требовательный, резкий, нелюдимый. Из комнаты почти не выходит. Придется его потерпеть. Ну, это я умею. Ну что, жить будешь здесь? Продукты не хранить, после отбоя не бродить. Покидать территорию пансионата только в личный выходной. Три жалобы от постояльцев или три нарушения, и мы с тобой расстаемся. Ты освоила? Да, освоила. Ну и прекрасно. Располагайся. Спасибо, доченька. Когда в следующий раз? Ну, строго по расписанию. Вот куда делась опять записка? Василий Петрович, ну не знаю я, куда делась Ваша записка. Может, медсестричка какая взяла, или уборщица. А вы должны знать, это ваши подчиненные. И вы отвечаете за все их поступки. Ну, хотите, я вам новую нарисую? Я хочу, чтобы каждый выполнял свои обязанности. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините, я ваша новая горничная. Можно? Вы что, читать не умеете? Там же на двери написано. Я умею. Просто у меня уборка по графику. Тогда почему вы опоздали на две минуты? Я могу начать. Вы что делаете? Вы только что выкинули заварку зеленого чая. Так она же старая была. Вам известно, что зеленый хороший чай можно заваривать несколько раз? Правда? Когда человек берет чужие вещи, то просит разрешения. Если он сделал это без разрешения, то извиняется. Если, конечно, он умеет это делать. Извините. Саша, привет. Привет. А я так соскучилась, ты пропал. У тебя все нормально? Да, все нормально. А почему ты мне не звонишь? Ну, замотался немым. Саша, ты меня обиделся? Да. Порядочные девушки так не поступают. Взять и сбежать, не сказав ни слова. Саша. И моя мама, она тоже очень недовольна. Ты сама ее против себя настроила. Саша, мне очень жаль, что я не понравилась твоей маме. Но я же люблю тебя. Я тебя тоже очень люблю, Жень. Поэтому я тебя и прощаю. Но если моя мама тебя не примет, я никогда не пойду против моей мамы, понимаешь? Саша, что же нам делать? Ну, вот если бы ты знала, кто их родители, так я даже не знаю. Правильно. Я должна найти своих родителей. И если они окажутся нормальными, то и твоя мама увидит, какие они нормальные, и все будет по-другому. Здорово. У меня пора. Так вот, сказать, найди. Как? Можно же человек по фамилии найти? Точно, на это суть есть, посмотрите. Должен сообщить, что это невыносимо. После вашей уборки я ничего не могу найти. Да что опять? Куда вы дели мои очки? Что вы своим пальцем тычете? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кое-кто не умеет извиняться. СТОНЫ 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 Ты чего? Случилось что? Да нет, так не спится. Если Марина Николаевна узнает, что ты тут ночью сняешься, выпишет нарушение режима. Да уж, порядочки у нас. Да уж. Слушай, а как ты тогда с Василием Петровичем? Не съел он тебя? Наоборот. Я его. Снешно. Снешно это. Слушай, а можно я в интернете петеру? Хорошо, а ты поспишь пока. Да. Хорошо. А то я сегодня правда так уже вымыталась. Пойду, вздремну у дежурной медсестры. Спасибо. Поехали. 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 THIS IS Поехали. Дай! Так, она художница, так я хорошо рисую. Это Гена. Так, здравствуй, мама. Ты только не пугайся, дело в том, что я твоя дочь. Нет, дело в том, что ты моя мама. Я так долго тебя искала, мам. Мамочка, ты... Здравствуйте. Здравствуй, Витя. А вы наша новая уборщица? Наконец-то. А вы не могли бы прибраться у меня? Я заплачу. Могу, сегодня могу. Ну, чудесно. Держи, помогай. Дверь закрой. Убирать нужно будет всю квартиру раз в неделю. Ясно. Там сам узел. Здесь моя спальня. Это кухня. Кстати, ты готовить умеешь? Ну, пельмени могу, короны. Поехали. Так, твои тряпки, швабра, химия для уборки. И все есть. Прекрасно. Это сюда не приноси, а то бог знает, где ты ими грязь собирала. Хорошо. Да, теперь здесь в мастерской только полы. Картин, кистей, красок, палитры, даже пальцем не касаться. Это понятно? Ясно. Прекрасно. А это ваши все картины? Ну, а ты как думаешь? А, дурец. В каком смысле? Ну, это очень красиво. Да? Вы такая талантливая. А вы знаете, я тоже рисую. Надо же. Да, я в школе все стенгазеты рисовала. Невероятно. А говорят, что склонность к творчеству заложена в генах. И передается по наследству. И если у матери есть талант, то... То, скорее всего, у ребенка этого таланта не будет. Природа на детях отдыхает. Нам нужно еще с тобой по деньгам договориться. Набрось ты эту сумку в коридоре. Конечно. А ваша семья? Мне когда приходить, чтобы никому не мешать? Пусть тебя это не волнует. Не волнует. А... Здравствуйте, Женечка. Ну и... Глаза раскрыла, уши развесила. Зачем пришла, забыла. Как бы она обрадовалась. А если это не она? Да нет, сто процентов она. Она же такая красивая, талантливая. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Можешь мне полотенце поменять? Так я же вам только что меняла. Алло, Саша, привет. Ты можешь говорить? Слушай, у меня такие новости. Это просто нечто. Ну, нет, я тебе сейчас не скажу. Это при встрече. Давай я тебя на днях наберу, и мы договоримся, хорошо? Давай, целую. Жень, а почему тебя директриса поставила к Василию Петровичу убираться, а? Да просто поставила. Нет, она просто так ничего не делает. Ты представляешь, он меня на прошлой неделе две жалобы влепил, прикинь? Вообще ни за что. Если будет третье, все, я улетаю, тю-тю. А у тебя сколько жалоб? Да нисколько. Так-так-так, Женя, а чем ты его так зацепила, а? Все дура, что ли? Девочки, мне бы кипяточку чая захотелось, а мой чайник сгорел. Ну, берите в кулере, и все. Давайте я вам помогу. Потому что пока вода холодная, я нагрею и позову вас, ладно? Минут десять подождете? Что же вы, пигалицы, натворили? Вы своей головой даже не понимаете, что натворили. Ну, это же просто чайник. Девочки, ну что здесь произошло? Ох, полюбуйтесь. Французский фарфор. Ну, кто это сделал? Вы простите меня, я зарплату вам новой куплю. И не такой старой. Здесь меня подожди. Умоляю вас великодушно, не очень наказывайте эту бедную девочку. Вот я буду считать себя виноватой. Не волнуйтесь. Спасибо большое. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Женя, это первое предупреждение, ты понимаешь? Понимаю. Василий Петрович, подглядывайтесь за горничной? Да не смущайтесь вы, это хороший признак. Значит, вам стало легче. Жень, я что-то со страха не померла. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Вы только не удивляйтесь. Я ваша дочь. Вы только, пожалуйста, не удивляйтесь. Я ваша дочь. Здравствуйте. Вы только, пожалуйста, не удивляйтесь. Здравствуйте. Умеешь удивлять. Чем? Тем, что сегодня уже сегодня. Заходи. Ой, а я, может, в другой раз? Нет, отчего же. Только в кухне сегодня не убирай. Вот смысл. Вы поговорите с вами. Какой смысл? Смысл не существует в этом никакого. Все тлены и пустота. Ну, а как же искусство? Конечно, оттуда искусство. Но только если оно не встало на конвейер. Мой случай. Глажка, стирка, уборка, готовника, школа, кружки, студия. Конвейер такой, что жизни не велит. А у меня, девочки, бизнес, мать его. Цель вырос, я даже не заметила. Мне сегодня запасы на кинул в премьер. Я об этом и говорю. Я спрашиваю вас. Что реально вам дают ваши деньги? Что? Ничего. Они только забирают. Да. Просто носки, посмотрите, на себя и на меня. Только забирают. Я лет на десять моложе вас выгляжу. А все почему? Потому что у меня никогда не было детей. И я счастлива. Да у тебя просто не сложилось. Если бы у меня сложилось, я была бы сейчас никем, и звали бы меня никак. Это она на нос напекает. Не упакована. Все, не надо завидовать, девочки. Давайте лучше выпим тос. Давай. Жизнь коротка. Искусство вечно. Если жертвовать собой, то только ради лечности. Согласна? Прекрасно. Идовсит, и завечность. До вечности. До вечности. Да, Саш. У меня все хорошо. А ты как? Освободился уже? Саш, ты прости, пожалуйста. Сегодня не получится встретиться. Завал на работе. Ты не обижайся, ладно? Да, давай на следующей неделе увидимся. Я тебя люблю. Пока-пока. Покажи, она противная все-таки. Кукушка. Предательница. Надо же хранить на фотографии. Значит, она нет коммета. Ой. Я гулять укажу. Кукушка. Чуть не убила деда. Кукушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Простите, а можно передать труп Василию Петровичу? Ой, а вы знаете, он на прогулку сейчас ушел, а телефон в номере забыл. В каком номере? В номере пансионата. Он в пансионате? Простите, а вы кто? Я его сын. У Василия Петровича есть сын. Что вас удивляет? Да вы меня удивляете. У вас отец третий месяц в доме престарелых, а вы не в курсе. Что-то вы нечасто папе звоните. Девушка, можно попросить Вас не пререкаться со мной, а просто передать, что я ему звонил? Его сын Петр. Насилите это. Очень постараюсь. Сын Петр. О, Василий Петрович! Добрый день! Здравствуйте. Вы вышли на улицу, это хороший знак. Как ваше самочувствие? Лещий врач говорит, что я хорошо восстанавливаюсь после операции, так что можно скоро выписываться. Угу. О высокой вероятности рецидива он вам не говорил? Лещий врач говорит, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Присядем. И не скажет. Как только ваше состояние стабилизируется, вас тут же выпишут домой. И вы опять там будете в одиночестве. И что вы предлагаете? Я могу оформить опеку над вами. И о вас всегда будет кому позаботиться. Вы даже можете остаться здесь, и вам не придется возвращаться в свой пустой и холодный дом. Василий Петрович, вам какой-то мужчина звонил. Сказал, что он ваш сын Петр. Просил перезвонить. У нас с вами был разговор, что чужие вещи не следует брать. Почему вы взяли мой телефон? Пожалуйста. Воспитывать бесполезно, она дед Доновского. Он там многое объясняет. У вас с ней были проблемы? Я могу заменить горничную? Нет. Пожалуйста, нет. Вызывали, Марина Николаевна? Вызывал, садись. Я так понимаю, тебе удалось поладить с Василием Петровичем? Поздравляю. Да вы преувеличиваете. Да ладно. Шоколадками он еще никого не угощал. Скажи, пожалуйста, а ты раньше что-нибудь слышала про его сына? Вообще, это правда его сын? Я вообще ничего не знала. Но тот в телефоне представился именно так. У меня к тебе большая просьба. Сообщай мне, пожалуйста, абсолютно все, что будешь узнавать о Василии Петровиче. Меня что, шпионит за ним? Жень, ну не будь дурой. Сейчас столько мошенников, которые только и думают, как втереться в доверие к одиноким старикам, а потом оформить на них опеку и сделать все, чтобы те побыстрее померли. Наш с тобой долг оградить от этого Василия Петровича. Согласна? Согласна. Ну и молодец. Но стучать я не буду. Спасибо. Здравствуйте. А что, уже опять сегодня? Нет, еще не сегодня. Мне очень нужно с вами поговорить. Проходи. Садись сюда. Натурщица сегодня не пришла. Надеюсь, ты не против? Я не против. Молчи. 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 Что у тебя с лицом? Ты нервничаешь, я вижу, я просто не могу поймать выражение твоего лица, зачем ты мне гримасы строишь? Я не строю. Ты хотела поговорить? Говори. Ну, в общем, я не случайно у вас в подъезде оказалась. А, да, я поняла. Ты одна из этих, из блогеров. Нет, я... Ну, не говори так. Я ваша дочь. Я вас искала и нашла. А, да. Вот так. Я думаю, сейчас выглядит моя дочь. Наверное. ПЕСНЯ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Фамилия здесь совершенно ни при чем. Да как это ни при чем? Редкая фамилия. Нас в городе всего двое. Я и она. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Деточка, тебе эту фамилию дали в детском доме. Когда нашли на крыльце завернутую старую наволочку. Развернули, а все тельце в перышко. От подушки. Поэтому тебе дали фамилию перышко. То есть у моих родителей совсем другая фамилия? А как мне теперь их искать? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Евгений, я. Ты что, без спроса уходила? Да, а что? А то, что это второе предупреждение. И что мне теперь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, поговорил со своей матерью? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поговорила. Молодец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так она сказала, что она мне не мать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Познакомилась с американцем. Таким солидным бизнесменом. Их тогда здесь много было. Да, стали жить вместе. Красиво, весело, счастливо. Я его очень любила. Забеременела. Когда я ему сказала об этом, он очень обрадовался. У них с бывшей женой не было детей. А он очень мечтал о наследниках. Из роддома нас встретил с цветами. Весь светился от счастья. А когда дочке было месяца два, предложил переехать в Америку. Их сразу выпустили. А мне нужно было дождаться визы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А дальше? А дальше я узнаю, что он подал на запрет моего въезда в страну. По сути, он просто украл моего ребенка. И вы что, ничего не могли сделать? Что я могла? Официально он отец. Он богатый человек, у него адвокаты. Я даже не знаю, где они сейчас живут. Ну почему он так поступил с вами? Я... Я думаю, что... Он просто врал мне про развод. Они с женой хотели ребенка. И они его получили. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да как я вообще могла поверить, что такая талантливая, такая прекрасная женщина может быть моей мамой? Да это... Это было бы слишком большим подарком. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Подожди, подожди. Не отчаясь. Первый раз не получилось, но это же ничего не значит. Найдем мы твою маму. Да я не из-за этого. А из-за чего? Да мне ее жалко. Она всю жизнь надеется найти свою дочку. Я не знаю, как ей помочь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты хорошая и добрая девочка. И обязательно найдешь своих родителей. Да как если я даже фамилии не знаю? Мы что-нибудь придумаем. Я обещаю тебе. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, здравствуй. Папа. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Знакомьтесь. Это Петр, мой сын. Здравствуйте, сын Петр. Это Евгения. Зачем ты прилетел? Узнать, как твое здоровье. Могу спросить по телефону. По телефону? Ты мне говоришь, что у тебя все в порядке, все отлично. И только от Евгении я узнаю, что ты в доме престарелых. Это пансионат для пожилых людей. Чем занимается в вашем пансионате? Что лечат? Да тут ничего не лечат. Тут проходит реабилитация после сложных. Сложных? Чего? Операций? Пап, мы же договорились. Что-то меняется, что-то происходит. Ты сразу звонишь мне. Я хотел отвлекать тебя от твоих важных дел. Так значит, у вас правда есть сон? Почему вы с ним так странно разговариваете? Потому что он предал меня. И мать. Растоптал то, чему я учил. Предал Родину. Я бы, наверное, простил это, но... Когда и умерла его мать, он даже не приехал на похороны. Вам было бы лучше, если бы он вообще не родился? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Добрый. Я сын Василия Петровича Климова. Да? Да. А Василий Петрович утверждает, что у него нет родственников. Почему-то я не удивлен. А может, покажете документы? Да, конечно, у нас проблемы. Что же вас к нам привело, Петр Васильевич? Я хочу знать, что случилось с моим отцом, почему он оказался здесь, какую операцию он перенес. Почему бы вам не спросить об этом у своего отца? Да потому что мой отец не хочет говорить на эту тему. А я не могу говорить на эту тему. Единственное, что я могу сказать, что ваш отец получает здесь достойный уход, ему здесь нравится и, возможно, он даже останется здесь жить. А вы что, в доме престарелых? Не поверю ни за что. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. У нас проблемы. Пакет по опеке над Климовым не годится. У него сын объявился. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Директор пансионата сказала, что у тебя нет сына. Теперь тебя это беспокоится? Домой вернуться не хочешь? Уход за тобой организую. Нет. Почему? Мне здесь страшно. Лучше, чем дома. Я не понимаю, тебя здесь что-то держит? Или, может быть, кто-то? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты надолго прилетел? А все от тебя зависит, как быстро мы решим вопрос ухода за тобой. Мне пора на процедуру. С горничной я разберусь. Сына тоже возьму на себя. А ты готовь документы на патронаж. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Петр Васильевич, подождите! Я вот что придумала. Мы можем обеспечить вашему отцу уход дома даже лучше, чем здесь. У нас одна из самых лучших патронажных программ в городе. К тому же, дома ему будет безопаснее, чем в пансионате. Какие у вас опасности в пансионате? Я даже не знаю, как вам сказать. Ваш отец сблизился с одной горничной. Ну, или она с ним. Евгения? Видела в парке. Она была с вашим отцом? Ну, да. Типичная хищница. Кстати, из детдомовских. А ваш отец ей симпатизирует. Я их очень часто вижу вместе. Ну, не знаю, с этого ракурса я как-то не смотрел. Да вам не надо, Петр Васильевич. Для этого есть я. Давайте я подготовлю все документы, и мы с вами завтра встретимся. Да, с Петром. Сюда, ты вон. Ну, быстрей. Я зашла, а он лежит и молчит. Я смотрю, бледный какой-то. Я спрашиваю, все ли в порядке. Он жалуется на затрудненное дыхание и боли в груди. Я еще что в руку отдаю. В левую и в плечо. Я послушала пустых и кардию пешеная. Сюда. Женя, стульчик мне. Сейчас мы вас посмотрим. Полечим, если потребуется. Ага. Уколчик будем делать. А вы, между прочим, Женин должник. Как она вас вовремя-то нашла? И даже диагноз поставила верный. Ручкой. Держим. Ну, как вы? Теперь уже лучше. Раньше бывало такое? Ну, так сильно нет. Стрессы были какие-то за последнее время? Нет. Были. Так. Ну, я, пожалуй, пойду. Откуда у тебя такие познания в медицине? Да я медицинский колледж закончила. И работаешь в горничной? Ну, профнепригодна, боюсь вида крови. Старайся преодолевать свои страхи. Кто в страхе живет, гибнет от страха. А кто в одиночестве живет, от чего гибнет. О, Женька. Здорово. Привет. Слушай, а говорят, что ты Василия Петровича до сердечного приступа довела. Ерунду говорят. Не довела, а спасла. Ага. А еще говорят, что у Василия Петровича каждый раз при виде тебя сердечный приступ случается. Не понимаю. Да все ты понимаешь. Уже весь пансионат в курсах, что у вас с ним романчик. Вы чего рехнулись все? Ну, покраснела же. Я от злости. Что-то между вами определенная честь. Я тебя еще сдам. Эй, вот это зря. Эй, не за что? Подожди ты, успокойся. Это Марина Николаевна про тебя слухи распускает. Балда. А ей ты это зачем? Потому что ты ей дорожку перешла к имуществу Василия Петровича. И дальше будет только хуже. Готовься. Только я тебе про это ничего не говорила. Все, давай. Ну, давай шесть. Но всех ждет. Дали шесть. Kidник. Часть аь? Ну что я, evenly во зря. О, Евгения, а я вас в корпусе ищу. Нам надо поговорить. Отойдем? Да, конечно. Евгения, я, наверное, понимаю, что вы пытаетесь решить свои проблемы. А тут одинокий мужчина, не совсем здоровый. Вы молодая, привлекательная. Это же полная ерунда. Я тоже так подумал сначала, когда увидел вас с отцом. А потом мне об этом начали говорить посторонние люди. Марина Николаевна? А с чего вы взяли? Да так. Еще мне сказали, что у него был сердечный приступ. И случилось это после его встречи с вами. А может, это случилось после разговора с вами? Евгения, я настоятельно прошу оставить моего отца в покое. Да как вам не стыдно? Василий Петрович, он просто мне помогает. Я сирота, у меня никого больше нет. Он просто обо мне заботится. Ну, неужели так трудно в это поверить? И вы решили воспользоваться случаем. Я еще раз говорю, я могу вас... Вы же молчите! Как вы можете так говорить? Так несправедливо. Женя, доброе утро! У меня сегодня снова Даша убирала. Я подумал, вы отгул взяли? К меня открепили от вашей комнаты. Как открепили? Ну, просто... По распоряжению Марина Николаевна. Так интересно. Будет минута, заглядите ко мне, хорошо? Хорошо. Можно? Да-да, проходи. Проходи, садись. Как вы себя чувствуете? Лучше всех. А ты? Что случилось? В ней все хорошо. Правда. Ну, тогда вот. Миронова Виктория Андреевна, девичья фамилия Крюкова, год рождения. А что это? Возможно, это твоя мать. Кто? Виктория, 45 лет. Заведующая отделением патологии в институте материнства. У нее есть муж, дочь Насте, 17 лет. Почему именно она? 21 год назад Виктория родила девочку в том самом институте. Но никаких данных об этом ребенке больше нет. Скорее всего, это твоя мать. Спасибо. Ваш папа будет жить у себя дома. К нему будет приезжать врач, патронажная медсестра. У него будет кнопка вызова скорой помощи. Ну, за знакомство. И чтобы у нас все получилось. Да. С формальной точки зрения все в порядке. Есть одно но. Необходимо получить согласие вашего отца. Ну, я попытаюсь его говорить. И не забывайте про Евгения. Эта девочка не оставляет надежды заполучить вашего отца. Алло, Сашка, привет. Привет. Ты как? Нормально. Ты как? Да я. Прости, что я так пропала. Неприятности были. Солнце мое, а кто это так позвонит? Мам! Это по работе! Что за неприятности? Очень неприятные. Да так. Просто с хорошей новостью придется подождать. Солнце мое. Ну, все будет хорошо. Правда. Ты чудо. И совершенно не важно то, что мы с тобой не увиделись. Я вот как будто тебя сейчас и вижу. Глаза твои, волосы, слышат твой смех. Солнечка, а с кем это ты шепчешься? Мам, это Евгений Евгеньевич сработает. Евгений Евгеньевич? А почему так поздно? Мам, я врач. А это понятие круглосуточное. Ушла. Ты здесь? Я здесь. Люблю тебя. И я тебя тоже люблю. Вызывали? Вопреки моему запрету, ты заявилась в комнату к Василию Петровичу. Это очередное нарушение режима. Но я тебя не уволю. Если ты расскажешь, кто распространяет лживые слухи о том, что я охочусь на имущество наших стариков. Это не я. А кто? Я не знаю. Ты уволена. За что? У меня же всего два предупреждения. За кражу. Вчера из Костелянской пропали комплекты нового белья и полотенец. Пропали, а я-то тут при чем? А больше некому. Да и свидетели есть, которые видели, как ты свертки выносила из пансионата. Да какие свертки? Они врут, я ничего не брала. Значит так, либо ты по-тифому отсюда убираешься, либо я звоню в полицию. Я пришла попрощаться. Я уволилась. Или уволили. Ну и хорошо. Почему? Я думаю, что тебе к этой Виктории нужно поближе подобраться. Понаблюдать за ней, познакомиться. Возможно, устроиться в этот институт материнства, где она работает. А жить мне где? Жить можно в меня. Вот так смотришь. Сейчас глаза выпрыгну. У меня есть хорошая дача. От отца генералов осталось. В основном я там и живу. И ты будешь жить. Да что-то, мне кажется, ваш сын не очень будет. Рад меня там видеть. Это мой дом. И я решаю, кто в нем живет. Ну, я не знаю. Жень, я очень хочу домой. Я устал здесь. А потом мне нужна медицинская помощь. Вот ты и будешь мне помогать. Ты что, боишься меня? Да я ничего не боюсь. Марина Николаевна, документы на выписку. Подпишите. Да-да, давайте. Так. Климов Василий Петрович? Выписывается? Он уже вещи собрал на улице, ждет. Что это с ним? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Петр, добрый день. Вы только не волнуйтесь, но, к сожалению, я оказалась права насчет нашей горничной. Вот. Ну, как тебе? Класс. Идем, я тебе дом покажу. Ой, давайте я вам попробую. Да ничего, ничего. Да я не переломлюсь. Спасибо. Это гостиная. Я люблю вечером посидеть в каминах. Я думаю, что тебе тоже понравится. Ну, пойдем дальше. Идем. Это столовая. Когда была жива моя супруга, мы обычно и обедали, и ужинали здесь. Жена любила, чтобы все было красиво, аккуратно. Ну, а теперь я обычно ем на кухне. Ого, сколько у вас всего. Ничего страшного. Ты быстро освоишься. Это гостевая комната. Теперь она будет твоя. А ваша где? Наша с Петровым комната ниже. Ну, располагайся. Отлично. Селедка. Ах, жаль, зелени нет. Зато есть чеснок. Чеснок – это аромат. Он придает пикантность любому блюду. Угу. Картошку неси. Так. Вот сюда выкладывай. Все? Угу. Так. Неси на стол. Это тоже. Ну, вот так-то лучше. Я просто не знала, где у вас что лежит. Ну, чего научиться. Прошу. Спасибо. Добрый вечер. Добрый. Женя некоторое время поживет у нас. Может, присоединить? Доброе утро. Доброе утро. Рано еще, мамочка. Мы закрыты. Так я на работу. Новенькая, что ли? Ага. Ну, сходи. Спасибо. Оп. Заполните, пожалуйста, анкета. Благодарю. Добрый день. Доброе утро, Виктория Андреевна. Здравствуйте. Новенькая. Угу. Первый день. Я Женя. Очень приятно, Виктория Андреевна. Катя, у меня пациентка просится на прием. Найдешь окошечко? Виктория Андреевна, у вас на два месяца вперед уже все расписано. Угу. Придется принять вне очереди. Виктория Андреевна, а почему Настю так давно не видно? Как заменом катается? Если бы. В экспедицию собралась, на раскопки. Непонятно куда, непонятно с кем. Ладно. Хорошего дня, девочки. Спасибо. И вам тоже. Женечка, я надеюсь, вам у нас понравится. Угу. Просто богиня медицина. У тебя пациентки от нее без ума. Ага, интересы, музыка, путешествия. Действительно археология. Вот дает. Друзья, у меня потрясающая новость. Я отправляюсь в археологическую экспедицию. На Алтай. Больше 40 лет назад там были найдены останки Денисовского подвида человека. Эти люди жили в тех местах на протяжении почти 300 тысяч лет назад. И вот теперь мы едем в еще одну пещеру, где найдены следы новой стоянки древнего человека. Пожелайте мне удачи. А еще лучше присоединяйтесь. Приходите на встречу участников экспедиции. Поскольку я вижу много новых яиц, я напомню основные правила нашего клуба. В экспедиции допускаются участники, прошедшие инструктаж по охране труда. Хочу предупредить тех, кто едет с нами в экспедицию первый раз. Археология это не прогулка и даже не путешествие. Это тяжелый монотонный труд под солнцем, в жару, под дождем. В нашем случае даже в пещере. Поэтому я прошу дважды подумать, прежде чем принимать это решение. Слушай, ты была уже в пещере? Нет, первый раз. Но я была на занятиях, могу вставать. Я вообще ничего не умею. Очень хочу. Слушай, мне тесто берут. На раскуках вообще опасно. Еще как. Раскопаешь какую-нибудь древнюю мунию. Она тебе как-то... Девушки, я вам не мешаю. Настя и еще одна барышня. Все, Семен Семенович, молчим. Извините. Извините. А на чем я остановился? Не стоит игнорировать такие казалось... Мечтестра, не спросим у него после занятия. ...от потертости ног или укусы насекомыми. Ты видела, как Семен Семенович обрадовался, что в экспедиции будет медсестра? Да, это меня и пугает. Надо по спелеологии почитать. По травмам. Зануда. Сказали же, главное каски. Остальному на месте научат. Слушай, у меня идея. Поехали к нам на дачу. Поможешь кое в чем. Я уколы делась не буду. Да нет. Просто у меня мама слышать не хочет об археологии. Она говорит, что это занятие для маргиналов. Вот пусть увидит, что правильные девочки вроде тебя тоже в экспедиции ездят. Но живем мы, правда, за агрозом. Ничего, я согласна. А ты не такая уж и зануда. Пошли. Знакомьтесь. Это Женя. А это моя мама и папа. Виктория Андреевна и Сергей Павлович. Здравствуйте. Знакомое лицо. Ну да, я у вас в институте в регистратуре работаю. Новенькая. А я сразу поняла, что Настя ваша дочка. Когда она о вас рассказывала? И где же вы познакомились? В археологическом клубе. Ой. И вы тоже? Да, и она тоже. Видишь, какие серьезные девушки археологией интересуются. У вас работает. Какие у тебя классные родители. Ага. Ну, папа лучше. Он хотя бы не мешает. А мама всюду лезет. А я, может, и не собираюсь стать археологом. Думаю, это адски скучно. Ну, а попробовать же в жизни надо все. Угу. Девочки, хватит валяться. Принесите, пожалуйста, из дома чашки. Девочки, хватит валяться. Что, залипла? Да так, на фотографии засмотрелась. Такая мама красивая. У тебя. Ага. Это мы на море. Это в круизе. Смешная такая. А это в горах со мной трехлетний. Нормально? Еще потом удивляется, откуда у дочки страсть к перемене мест. А это? А это мама работала в Африке в гуманитарной миссии. Они там с папой познакомились и меня оттуда привезли. Так что я немного африканка. Ну, ладно, пошли. И что, подбросили и не записки ничего не оставили? Угу. Вообще ничего. В детском доме сложно было? Ну, нормально. Представляю, сколько ты переживал. Ну, а с другой стороны, я же ничего лучшее не видела. Ну, а когда сравнивать не с чем, то и такая жизнь, кажется, вполне нормальной. Бедная ты. Да ладно, зато после детдома мне везде хорошо. И что, он с вами даже не посоветовался? Просто поставил предфактом. А я вас предупреждала. А как? Ну, она так искренне говорила про то, что отец ей просто помогает. Сочувствует, советы дает. Ну, как можно лгать-то про такой? У детдомовских своя психология. Они считают, что имеют полное моральное право идти по головам. Просто не укладывается. Гнать ее надо. Ну, как? Отец будет волноваться, а это ему ни к чему. Петр Васильевич, пока эта девочка рядом с вашим отцомом находится в большой опасности. Я не знаю, как теперь его уговаривать. Проявите твердость. Семья просто чудесная. Мне там так хорошо было. Я только не понимаю, почему она меня в детский дом отдала. Ну, может, я родилась у небрака или мешала ее карьере. Она, кстати, когда вернулась из Африки, стала сразу заведующей отделением. А еще говорят, что она станет скоро директором. Василий Петрович, как вы? Василий Петрович, вам плохо? Да, надо помощь, как лекарство принеси ее. Тише, прицель. В плечо. Василий Петрович, я же говорил, что я не могу. А лекарство хотя бы добрать, можешь? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Василий Петрович, я же говорила, что я боюсь причинить боль. Уколы – это небольшая боль. Чтобы спасти от большой боли, а иногда и от смерти. Так что учись преодолевать себя. Выкини шпыть. Сейчас. Добрый вечер. Может, борща хотите? Не, спасибо, не голоден. Ну, подождите, он горячий еще. Василий Петрович меня научил рецепту, по которому ваша мама готовила. Ну, хотя бы иногда прояви уважение. Я очень старалась. Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СМЕЮЩАЯ МУЗЫКА СМЕЮЩАЯ МУЗЫКА СМЕТАНА Сейчас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, ну, это включение-выключение. Понятно. Угу. Так, это часики. Сколько готовить? Так. Так. Что здесь? Хм. Прибор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, психическими или умственными способностями. Да, это точно про меня. Они как будто собаки знали, что я сейчас буду с этой штукой мучиться. Ммм. Как тебе открывать? СМЕЮЩАЯ МУЗЫКА Агрегат проклятый. СМЕЮЩАЯ МУЗЫКА Алло, да, Саша, привет. Что-то случилось? А, ты просто так звонишь? Любимый. Нет, я не могу сейчас. Ну, я не могу Василия Петровича надолго оставлять. Что, ты сам приедешь? Давай, целую. Пока. СМЕЮЩАЯ МУЗЫКА Сашкин! Я так рада, что ты приехала. Я хотела потом тебе рассказать, но я не могу умолчать. Готов? Угу. Я нашла свою маму. Представляешь, она такая классная, как врач, и как человек. А еще она очень красивая. А еще у меня есть сестра Настя, ей 17, и она очень смешная и хочет попробовать в жизни все. Меня слушаешь? Да, слушаю, но... Они очень понравятся твоей маме. Мы с тобой сможем наконец-то жить вместе. Да? Ну, чего ты молчишь? Я учаюсь за границу. На год или, может, на больше. Что? Стажировка в крупной больнице. Мама устроила. Я не могу отказаться. Извини. Ты мамаши его специально устроила. Да это точно она. Она поняла, что мы видимся, и отправила его просто подальше. А я-то думала, я найду семью. У нас все будет прекрасно. Ага, прекрасно. Во-первых, Саша не тот мужчина, который тебе нужен. Ты веришь, что он бросит маму ради тебя? А во-вторых, ты должна понять свою главную ошибку. Ты ищешь опору снаружи, а ты должна рассчитывать только на себя. И в-третьих, чтобы быть счастливой, нужно создать свою семью, а не пытаться войти в чужую. Да, звучит очень красиво. Но как это сделать? Нужно стать другим человеком. Стать сильным, самостоятельным. Это же твоя жизнь. Ты должна сама ее строить. Музыка. 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 ЧТО. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Я волнуюсь за тебя. Не волнуйся. Я в хороших руках. Так что можешь лететь обратно. Ты уверен, что эти руки такие хорошие? Я уверен, что эти руки не просят меня в трудную минуту. Как когда-то сделал это ты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Понятно. Бесполезный разговор. Абсолютно. Абсолютно. Спокойной ночи. Абсолютно. ВСКЛЕНКО ГУДОР СКОРОП, 281-7С- pies-п�цц Dr. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Добрый день, Виктория Андреевна. Здравствуй. Женечка, слушай, у меня к тебе просьба. Да, конечно. Да тут такое дело. Мы с Настеной вчера поссорились. Я завела речь про эту вашу экспедицию. В общем, наговорила ей, она ушла из дома. И где она сейчас? Да в том-то и дело, что я не знаю. На звонки она не отвечает. Найди ее. Ну, пусть вернется. Если с ней что-то случится, я себе не прощу. Виктория Андреевна, я очень постараюсь. Никуда я возвращаться не буду. Слушай, не валяй дурака. Тоже мне на принцип пошла. Мать там все с ума сходит. А ты мне тут где-то хоть ночью была. Неважно. У подруги? Да все разъехались. На вокзале. Ты не нормальная? Тоже мне в бомжах и нашлась. А поехали со мной? Куда? Ко мне. Ну, в смысле, к моему пациенту в дом. Ты живешь у пациента? Ну да, живу у пациента, потому что ему нужен уход. Там еще и его сын. Ну, короче, поехали. Ладно, я понимаю, если бы я рвалась с парашютом прыгнуть или мотоцикл хотела бы. Но археология так при чем? Тем более, книги об археологии я вообще с детства читала про сокровища древних и все такое. Тогда почему родители против? Мама против. Она не может понять, что я уже давно не младенец. У меня свои интересы, увлечения. Я как в стену уперлась. Никуда не поедешь, учись на врача. Будто у нас в семье врачей мало. Настя, вы должны постараться понять свою маму. Родители не случайно хотят, чтобы дети пошли по их стопам. Они сами прошли этот путь. Могут подсказать, какие трудности ждут, какие проблемы могут возникнуть. А как их решить? У нас же логично. Ну, ведь каждый человек вправе сам выбирать свою профессию. Если мои родители этого не поймут, я не знаю, что сделаю. Но я не уступлю. Голосовой от мамы. Вот послушайте, как они меня будут пилить. Настен, мы с папой подумали, поезжай в экспедицию. Если так уж хочется, поезжай. А кем станешь, потом обсудим. И решим тоже потом, ладно? А сейчас возвращайся домой. Или скажи, где ты, и мы с папой тебя заберем. Целую. Я позвоню? Алло, привет, мам. Какое счастье, когда у родителей хватает мудрости сделать шаг навстречу своему ребенку. Может, вы и правы. Женя, я пойду отдохну, а вы, пожалуйста, когда Петр вернется, попросите его зайти ко мне. Конечно. Добрый вечер. Добрый вечер, Петр. Василий Петрович вас просил зайти к нему. Понял. Женя! 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 Скорую вызывай! Скорую вызывай быстрее! Извините. Василий Петрович, у вас там пациент. Как фамилия? Климов. Да, Климов. Нет, девушка, не знаю. Женя, пожалуйста, не волнуйся. Как можно не волноваться, если мы не знаем, что там с ним? Как ты можешь быть таким спокойным? Меня, я не знаю, у меня сейчас внутри все разорвется, потому что я ничем помочь не могу. Жень, я все сделаю, чтобы ему помочь. Поверь мне. Прости. Те. Извините, пожалуйста, Василий Петрович Климов. Часа три назад доставили. Вы ко мне уже подходили. Ой, извините, пожалуйста. Ну, кто-нибудь может узнать? Девушка, если ваше родственное поделение, значит, с ними работают. Присядьте и тихо отдыхайте. А лучше езжайте домой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Джин, он прав, тебе надо домой. Давай вызову такси. Да как ты не понимаешь? Я понимаю. Я понимаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Есть новости? Кофь принес. Спасибо. Вы Климов, Петр Васильевич? Да, я. Бойцов Илья Владимирович, хирург. Нас слышно про вас очень много. Рад нашему знакомству. Но, сожалею, что обстоятельства нашего знакомства не такие радостные. У вашего отца серьезные проблемы с сердечным клапаном. И по-хорошему нужно опираться. Но? Но он недавно перенес сложнейшее хирургическое вмешательство. И операцию на открытом сердце он просто не выдержит. А транскатетерная замена клапана? Ну, это только в теории. Понимаете? У нас таких клапанов нет. Заказывать надо из-за рубежа. А время, к сожалению, работает не на нас. А если клапан сегодня будет? Петр Васильевич, ну при чем уважение? Ну, давайте реально смотреть на вещи. Давайте каждый будет заниматься своими делами. Я логистикой, вы подготовкой к операции. Нужен хороший кардиохирург. Увы, но у нас такой практикой... Не знаю, из Москвы вызывайте. Деньги не проблема. Хорошо. Костя, привет. Ну, приостанови переговоры. Скажи это срочно. Костя, ты меня слышал, это срочно. Выйди с переговорными. Отлично. Нужен сердечный клапан для транскатетерной замены. Нет, нет, звони Юргана Шульцу. Это для моего отца. Передай первым же рейсом. Напиши номер рейса и с кем отправил. Все на связи. Клапан будет. Василий Петрович, у меня для вас хорошие новости. Будем готовить вас к транскатетерной замене клапана. Мы войдем через бедренную артерию и заменим нативный клапан, то есть ваш родной, на биологический. Что-то из области фантастики. Нет. Фантастика это то, что Петр Васильевич обещал достать клапан сегодня. Редкая вещь. Ну, в общем, достаточно редкая. И поэтому по настоянию Петра Васильевича к нам всталетит бригада из Москвы. Что-то вы ради моей персона такую суету подняли. Да это не мы. Это все Петр Васильевич. Вот его и благодарить. Как же я могу его благодарить, когда я его в глаза не видел? Это я о вашем сыне говорю. Мой Петька? Да для вас Петька. А для нас Петр Васильевич Климов. Специалист высочайшего уровня. Работает с ведущими клиниками мира. поставляет программное обеспечение для современного медицинского оборудования. Я был очень рад с ним лично познакомиться. Петр. Петр. Можете зайти поговорить. Только недолго. Не надо его тамлять. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Пойдемте. Ну что, напугал я вас? Да, Сергей Петрович. Не ожидала я от вас. Доктор ввел меня в курс дела насчет операции. Она вроде не сложная. Ну вот, его изложение. Ну, всякое может случиться. Так что, вполне вероятно, пора прощаться. Василий Петрович, вы что такое говорите? Папа, зачем ты? Прошу, не перебивайте меня. Женечка, ты, я бы очень хорошая девочка, я бы очень хотел, чтобы я была такая дочь. Поверь мне, у тебя все будет хорошо. Женя, нам удобнее в твоем комбинате есть кошка для тебя. В стиле конверт на конверте твое имя. Василий Петрович, да вы даже не представляете, какую вам сделают операцию. Вы обязательно поправитесь. Петя, Сынок, я был несправедлив к тебе. Отец должен понимать сына, верить ему, отдать возможность выбора. Прости меня. Пап, знай, я очень люблю тебя. Я горжусь тобой. Удачи. Мы рядом. Я желаю вам удачи. У нас сифографику. Операционная подготовлена, клапан доставлен. Вам нужно время отдохнуть? Мы в самолете отдохнули. Пойдемте. Отлично. Я даже не представляю, сколько это стоило. Не дороже жизняц. Ну да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Уже два часа прошло. А сколько такая операция обычно занимает? Час-полтора. Вдруг это осложнение какое-то? Будем надеяться, что нет. Ну что, все прошло хорошо? Ну, правда, немножко дольше провозились, зато он уже в реанимации. Ура. Спасибо. Все ваши хирурги, врачи из Москвы. Вот, их благодарите. Ну, и вам спасибо большое. Да. Ладно. Нас сегодня все равно к отцу не пустят. Поехали домой. Ну, а когда ему станет лучше, мы вернемся. Конечно. Пойдем. Так, значит, нарезаем морковку, лук, картошку. Все это крупнее. Угу. Обжарим, потом будем тушить. Хорошо. Вот так? Хорошо. Очень хорошо. Но можно еще лучше. Ну, так просто Василий Петрович говорит. Точно. Видимо, я от него этих присказок набрался. Вот это его любимое. Чеснок. Это аромат. Он может придать... Пикантность любому блюду. Да. Да. Чего ты загрустила? Просто мы с Василием Петровичем так же готовили. Вы еще поготовите много раз. Он справится. Он же мужик. Ух, крепкий. Ты, кстати, в курсе, что он полковник полиции в отставке? Правда? Да. Он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью. Угу. Да, достойный человек. Вообще настоящий офицер. И дед, и его отец. Он тоже был всю жизнь милиционером. Генералом. Вот он и хотел, чтобы я продолжил династию. А, ну, ясно. А ты? Я после института уехал за границу, и он перестал со мной общаться. Ну, вот, на самом деле, может, все и наладилось со временем. Но потом... Умерла мама. Вот. А я даже на похороны не приехал. Был в горах, без связи. Ну, в общем, для отца это не оправдание, и поэтому он не смог мне простить. Но сложил вину на меня за то, что маму не стало. Сказал, что я предал не только родину, но и семью. Да уж. Да. Как у тебя дела с поисками матери? Ну, Василий Петрович ее нашел. Да ты что? Так я поздравляю тебя. Да, только я никак не решусь сказать, кто я. Почему? Страшно. Потому что вдруг это опять ошибка. Жень. Надо учиться преодолевать свои страхи. Василий Петрович так же мне говорит. Ну, правильно. Ну, я наберусь смелости и скажу ей. Нет, ты так сто лет будешь смелости набираться. Я тебя отвезу туда, и ты все ей скажешь. Ну, давай. Операция прошла успешно, и мы надеемся, что завтра нас пустят к Василию Петровичу навестить. Это все его сын устроил. Он тебе нравится? Ну, он очень похож на Василия Петровича. Прям вот сын своего отца. Такой решительный, умный, сильный. Ясно. И пока Василий Петрович в больнице, Петр очень меня поддерживает. Он знает, что я хочу найти свою семью. И я сказала, что, кажется, я нашла свою маму. Да ты что, правда? Это прекрасно. Я родилась 23 августа. Угу. Женечка. Девочка моя. Так вот, в чем дело. Ты решила, что я твоя мама, да? Да. А... Господи. У меня действительно могла быть такая взрослая дочь, как ты, но... Она умерла почти сразу после рождения. И мне нельзя было иметь больше детей. Врожденная патология. Ну... Подождите, а Настя? С ее мамой мы работали вместе. Может быть, слышала врачи без границ? Нет. К сожалению, мы не смогли ее спасти. Она умерла в родах. Сергею, отцу Насте, нужна была помощь с новорожденным ребенком. Я привязалась к ним обоим. Полюбила. Представляю, как я тебя расстроила. Ну, прости меня. Прости. А Настя хотя бы знает, как ей повезло? Нет. Я надеюсь, что не узнает. Попробуй. Ладно, не расстраивайся Не расстраивайся Ты должна была через это пройти Думаешь, я этого сама не понимаю? Но от этого как-то не легче Ну да Почему ты была уверена, что это она? Что ты сама себя убедила, что это не может быть ошибкой? Что, хватит? Никаких больше поисков Если ты так решила, значит, это правильно Ну конечно, тебе же легко говорить У тебя всегда была семья, отец, мать А я всю жизнь одна Теперь ты не совсем одна Ладно Ладно Поехали домой Чай с вареньем будем пить Слушаю Да, это я Я понял Я и готов Что-то случилось? Папа ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Народу столько было Вроде давно уже не работала Сослуживцы все пришли Почетный караул был Да Без столько хороших слов сказали на упоминках Хороший человек Так мало бы пожил Слушай А ты ничего не знала про его болезнь? Я про онкологию Он ничего не сказал Ну я про сердце, конечно, знала А про это Нет Он директор Пантинада тоже мне сказала Что у меня была операция Какая имя Ни слова Если бы мы с ним нормально общались Он бы тогда и рассказывал о своих проблемах Так? В этом тоже есть моя вина А я Я медик Как я не заметила Что бы делал не только в сердце Я так и не успел сказать ему, что люблю Но он все понял Он понял, кем ты стал Чего ты добился Он тобой гордился Ты же это видел Так хочется теперь о новом с ним поговорить Знаешь, мне так спокойно Как-то с ним было надежно Хоть кому-то я была нужна Слушай, ну Если тебе нужна будет помощь Любая помощь Ты знаешь, что можешь на меня рассчитывать Спасибо Ну, как тебе? Омлет шедевр Ты ее в интернете рецепт нашла С кольцовым и сыром Ммм Очень вкусно Спасибо Тебе спасибо Улетай скоро Партнер уже обзвонился Все дела, дела И командировки Как я не люблю гостиницы Сколько не летаю, все равно не могу привыкнуть Запах у всех одинаковый Я тоже скоро съеду Уже жилье нашла в комнату В смысле? А почему? Живи здесь Да нет Уже все изменилось Мне здесь нечего больше делать Да перестань Ну, папа бы хотел, чтобы ты здесь Жила, пока у тебя все устроится Да Долго ждать придется Ой, ты перестань Я, кстати, хотела тебя спросить Да, давай В общем, есть одна женщина Художница Я думала, что она моя мама Но ошиблась У нее 20 лет назад Дочку практически украли И увезли в Штаты Ужас какой Ну и, конечно, для нее Это стало сплошным кошмаром Не представляю И я подумала Может быть, ее можно как-то найти Я обязательно попробую И дам тебе знать Спасибо Да, конечно, без проблем Добрый вечер Добрый вечер Как ваши дела? Я привезла договор Я его уже подписала Вам нужно его просто посмотреть И показать папе Он подпишет Папа умер Боже мой Как? Этого не может быть А что же врачи? Почему они ничего не сделали? А что они сделали? Моему сердце поправили А легкие отказали У него же онкология была Не так ли? А что же Женя? Пока у меня живет С огнем играете? Я вам говорила Я вам говорила Эта девица своего не упустит Вы что, уедете И оставите ее В своем доме? А вы бы лучше подумали Почему ваш отец Так скоропостижно умер? Что она ему там колола? У нас, между прочим Он шел на поправку Вы это серьезно? Абсолютно К тому же Она не уволилась Из пансионата Я ее выгнала За кражу белья Знаете, мне пора Дела срочно Здесь хватит рассчитаться Всего доброго Да где же этот конверт? Может он перепутал чего-то Или я не поняла? Василий Петрович Не думала, что когда-нибудь Будут так в ваших вещах рыться О, наконец-то Для Жени Это что? Завещание Господи Жень Ты где? Ну, привет Привет Ну, как ты? Нашла, что искала? Да, вот Нашла И что там? Там наставления Советы на жизнь В этом весь папа Видимо, чувствовал, что ему осталось Недолго И решил позаботиться о тебе на будущее Да Слушай, я такой голодный Может, мы... Ты прости, пожалуйста Мне бежать надо Давай потом Ну, угомонись Что случилось? Сядь Жень Василий Петрович Ну, вот, который в пансионате был Который у меня переехала Ну, я помню, помню Что, Василий Петрович? Да сядь ты Я нашла его завещание Он оставил мне свой дом Дачу Огромную В два этажа Ничего себе Так есть же сын А это здесь при чем? Дом принадлежит Василию Петровичу Он может распоряжаться Никак захочет Ну, это же все равно несправедливо Есть родной сын И есть я Совершенно чужой человек Василий Петрович решил оставить дом тебе Потому что он тебе нужнее У тебя нет крыши над головой А сын? Что сын? Он может купить любой дом Какой захочет И вообще он здесь не живет Это к вопросу о справедливости Вот тебе мой совет Не рассказывай ему о завещании Поживи полгода в доме Пока он не чей А потом мысли улягутся В твоей голове И ты сама все решишь Ну Я совсем про другое Просто рано или поздно Петр же все равно все узнает И тогда Я даже представить тебе не могу Что будет тогда Это же Все разрушит Вообще все Вот оно что Он тебе очень дорог Привет Привет Я думал ты раньше будешь Да и дела были Слушай я подумал что ты Оставайся здесь жить Мне будет приятно Когда приеду А здесь ты Спасибо Я подумаю У тебя все в порядке? Все нормально Я тебе если что Свой зарубежный номер дам Хотя ты можешь и на этот звонить Без проблем Ладно? Ладно А ты когда уезжаешь? Не знаю Если с билетами все нормально будет А завтра Завтра? У меня предложение Пойдем мы сегодня Если ты не занята Поужинаем в ресторан Я приглашаю Да Спасибо Мне даже пойти не в чем Сейчас Это мне? Да Подарок Спасибо Я сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Какая ты Принцесса Добрый вечер Здравствуйте Мы еще подумаем А вы пока принесите Два бокала на ровно Да, конечно Спасибо Ну ладно Давай рассказывай Что случилось Да Просто Я до сих пор В себя прийти не могу Ну понимаешь До 20 лет Я жила совсем другой жизнь Ну да Я понимаю Не уверена У меня же не было Никогда родных Близких Я никогда никого не теряла А Василий Петрович Первый Ей на похоронах Ты ни разу не была до этого Я понимаю Я понимаю Что ты его сын И не мне Конечно тебе объяснять Какая это потеря Может быть это Эгоистично с моей стороны Или глупо Или глупо Ну правда Это не глупо Тем более Не эгоистично Просто не надо Отец был мужественный человек И он бы это не одобрил Мне кажется Что Все хотят Чтобы их помнили Так мы и помним А сколько меня с ним Всего связывает Ну вот например История Мне 6 лет было Я у него стащил сигарету И прямо дома покурил Естественно ума нет Догадаться Что дымом пахнет Он пришел Ну естественно Сразу все понял Я зазлился Но знаешь Не только разозлился Но и растерялся Начинает орать Как посмел взять Мои сигареты Я ревну думаю Тебе чего Сигарет что ли Жалко Он ремень достал Говорит Я тебя сейчас Улыбарю А сам вижу Он боится Меня ударить А дальше А что дальше Он орет Я рыдаю Он орет Я рыдаю Все тупик Хорошо Пришла мать Нас разогнала Мне уши надрала Да отцу тоже досталось Что меня ремнем пугал Ну с тех пор Я к сигаретам Не прикасался А я его как-то Зеленый чай выкинула А он его всего Один раз заваривал Ладно Не грусти Это был прекрасный вечер Даже не хочется Чтобы он заканчивался Это точно Ну вот У нас теперь уютнее Чем в ресторане Только музыки не хватает Да Легко исправить Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ 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 СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Почему так рано проснулась? Я тебе тост и твои любимые приготовила. М, какая вкуснятина. Пожалуйста, не уезжай из нашего дома. Я улетаю, но ненадолго. И когда вернусь, хочу, чтобы ты была здесь. Ну, хорошо. Илья проспал Как так? Ну, естественно, телефон разрядился И будильник не сработал Ну, давай хоть... А, все, убегай Давай так, откуси хотя бы Да какое там, прости, нужно без... Ну, я старалась Самые вкусные тосты на свете А кофе? Ну, кофе, конечно Из-за тебя точно опоздаю Уже опоздал Все, прости, мне просто перед отлетом Нужно заскочить к нотариусу И открыть наследственное дело На счастье Все, прости Иди, мент Иди, я уберу Петя! Дура! Возливая дура! Прежде всего Примите мои свои знания Василий Петрович Несколько раз обращался ко мне Встрететь с ним Всегда оставляли Незагладимое впечатление Достойнейший был человек Спасибо Если можно С наследственным делом Хотелось бы решить вопрос сегодня Не за границу вылетать Это займет немного времени Сделаем все прямо сейчас Один только момент Вы знаете, что ваш отец Составил завещание Правда? Нет, он ничего не говорил Второй экземпляр хранился у него Да, я просто даже не думал Его искать Петя, послушай, пожалуйста Прости, что я тебе не сказала Я сама не знала Прости, что я тебе не знаю Кто эта женщина? Знакомая Не переживайте раньше времени Завещание можно оспорить Да не в этом дело Спорить не оспорить А вот почему она мне в глаза не смотрела Что-что? Это я так о своем Я свободен? Да, конечно Угу Жень, ты здесь? Жень Жень Что случилось? Ничего Да прям Ты как робот И голос такой же Все нормально Все нормально Жень Я в курсе Про завещание Оспаривать его Не буду Да и не собирался Поэтому Зря ты мне ничего не рассказала И спрятала его В общем Я сейчас соберу вещи И уеду Ты можешь спокойно возвращаться Вступить, так сказать В право на следование Не ожидая полгода Удачи Да, слушаю Алло, Петь, я тебя прошу Я умоляю, выслушай меня Это вышло совершенно случайно Я ничего не прятала Петь Что среслось-то? Да то, что я дура Он здесь улетает Он не хочет со мной говорить Это все Это конец Что все? Что конец? Мало ли, что он не хочет Поезжай и поговори с ним Что встало? Дуй быстрее Да Да Петя Петь, подожди Честное слово Я не знаю, как так вышло Петь, я искала конверт Который Василий Петрович мне оставил Нашла это завещание Я испугалась, Петь Ты прямо испугалась? Да Я боялась, что ты подумаешь Что я Что я это специально Но ты была права Петь, за что ты так? Да потому что у тебя была куча времени Рассказать мне о завещании Но ты этого не сделала Я боялась Что я его оспорю Нет, Петя Я боялась тебя потерять Я боялась, что ты подумаешь Что я охочусь за наследство Это не так Ты хладнокровно шла к своей цели И ты ее добилась Такой дом в таком месте Это же куча денег Поздравляю Петь, прошу тебя, замолчи И Марина Николаевна была права Когда отец был в пансионате С ним все было в порядке И как только он приехал сюда Он умер Может, если бы он остался в пансионате С ним все было бы до сих пор в порядке Что ты сказал? Это я уговорил его приехать сюда Что ты сказал? Я сказал, что... Ты сказал, что это он из-за меня умер Все, прощай Что вы хотели? Я хочу вернуть наследство Простите? Мне наследство Василий Петрович Климов Оставил дом загородный Я знаю У меня хранится его завещание Вот второй экземпляр завещания Я хочу отдать этот дом его сыну Это называется отказ от наследства? Это не важно Как это называется? Скажите, в этом случае кто получит дом? В отсутствие других наследников Сын Василий Петрович Очень хорошо Давайте оформлять Вы меня простите Это, конечно, не мое дело Но, может быть, вам следует еще подумать Я приняла решение С этим завещанием совсем забыла Так Дорогая Женечка Если ты это читаешь Значит, я не сам передал тебе этот конверт А значит, мы больше не увидимся Вот немного денег на первое время Удачи тебе Про то, что я оставил тебе этот дом Ты, наверное, уже знаешь Уверен, у вас с Петром Хватит мудрости правильно отнестись К этому моему решению Будь счастлива И не забывай Ты должна надеяться Только на себя Ну и еще на того Кто тебе близок Любящий тебя Василий Петрович Женя, с Викторией, думаю, произошла ошибка Я поздно заметил А вот с этой женщиной, думаю, ошибки нет Вот ее адрес Это соседняя область Зинаида Васильевна Круглик Поселок Андреевка Улица Чкалова Дом 4 Зинаида Васильевна Круглик Ну вот, улица Чкалова Где же этот четвертый Извините, пожалуйста Извините Извините А не подскажете, дом 4 мне нужен? Ну вот Номер отвалился У Зинаида рук не хватает Прибить обратно А вы из опеки? Из какой опеки? Да нет, я так знакомая Да откуда у Зинки такие знакомые? Вы извините, пожалуйста Иди смело У нее собаки нету У тебя есть Продолжение следует... Что вы хотели? Здравствуйте. А вы, Зинаида, Круглик? Девочка моя. Вы слышите меня, Зинаида? Вы меня слышите? Эй, посмотрите на меня. Эй, это ты, Надя. Я Женя. Я тебя узнала. Пожалуйста, давайте я помогу вам встать. Вот так. Вот. Я проведу вас. Вот так. Идемте. Вот это я. А вот это твой отец. Мой одноклассник. Шмутновый был такой веселый. Вот это мы на выпускном. Я уже тут знаю, что беременны. А он еще не знает. Его родители были против. Настаивали на аборте. Даже приехали за мной, чтобы в больницу отвезти. Но моя мама как вышла вон на крыльцо с кочергой. Не дам, говорит, свою внучку убивать. Вот она как-то знала, что будет девочка. Да. Вот. Моя мама. Твоя бабушка. Да. Через месяц мы расписались. Вот. Какая же я была счастливая. Потом родилась ты. Из роддома он нас не забрал. Сказали, что уехал на заработки. И я, дура влюбленная, с тобой на руках. Решила поехать к нему, чтобы тебя показать. По дороге подхватила воспаление легких. Только успела тебя ему передать. А дальше? А дальше вышла из больницы. Ни его, ни тебя. Я ведь даже свидетельства о твоем рождении не успела получить. А потом узнала, что он разбился на машине. А ребенок? Ну. Тебя с ним не было. Господи, где я тебя только не искала. Почему вы уверены, что я это... Я. Да как же? Ну, я же почувствовала. Ну, мы же даже с вами не похожи. Да как же? Да ну ты посмотри. Ты же одно лицо с бабушкой. А нос от деда. Вот, смотри. Нос от деда. И глаза, как у Сережи. Какого у Сережи? У твоего брата. Отец, правда, его тоже нас бросил. А теперь я боюсь и Сережу потерять. Потому что органы опеки пытаются у меня его забрать. Говорят, что я не справляюсь, что вот плохие у него оценки, плохое питание. Ну, а какое может быть питание на эту инвалидную, эту пенсию? Они в последний раз, когда пришли, он прям раз на чердак спрятался там и говорит, я все равно от вас убегу. Такой смешной. Ой, легок на помине. Сережка. Ой, он так сейчас обрадуется. Сережа, а что это так поздно? Ты что? Что с тобой? Что с одеждой? Опять мальчишки? Давай быстро мою руки и за стол. Я тебе картошки пожарила. Ах, привет. Не хочу в детский дом! Сережа, да это не из-за пеки, не бойся. Он такой впечатлительный, он так близко все принимает. А что у него за красные пятна на лице? Школьный врач говорит, от нервов. Ну, проблемы с кожей могут быть из-за питания. Да какое там у нас питание? Макароны да картошка. Сережа, ну где ты там? Сереж, давай спускайся. Знакомиться будешь? Ты даже не представляешь, кто к нам приехал. Сереж, ну я правда не из-за пеки. А кто ты? Ну я... Знакомая твоей мамы. Моей мамы нет знакомых. Ну, я старая знакомая. Я Женя. Ну, а что мы стоим-то? Давайте к столу. Ой, я-то с пустыми руками. А у вас есть здесь в магазин? Я могу показать, где. Сережа, не приставай к человеку. Да нет, я только рада, если твоя мама разрешит. Сережа, красная рожа! Сережа, красная рожа! Здравствуйте. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, несколько вот этих яблочек, пару апельсинов и... Ну, связку одну бананку. Сереж, знаешь, я раньше очень любила газировку, чипсы, все это заедать конфетами. Правда? Угу. А еще у меня было очень много прыщей и красных пятен. И чем больше я пила газировки, тем больше их появлялось. Красные пятна все чесались, и знаешь, как меня прозвали? Чесоткой. Но однажды... Однажды я узнала страшную тайну. Какую? Оказывается, в газировке содержится очень много сахара и всяких химических добавок. Это все равно, что масляную краску пить. А чипсы вообще делают напряжение на масле, это еще хуже, чем краска. Но они же такие вкусные. И очень вредные. И нужна большая сила воли, чтобы от них отказаться. А ты отказалась? Да, потому что у меня есть сила воли. Ну, конечно, трудно было, но зато меня перестали дразнить. Посмотри, какая у меня кожа теперь чистая. С вас тысяча двести. Спасибо, пожалуйста. Пойдем? Сережа, красная рожа! Сережа, красная рожа! Сережа, хочешь, я тебе фокус покажу? Какой фокус? А я этих крикунов и лягушек принощу. Знаешь, как их зовут? Он тут справа. Боря. Ага. По середине Виталик. А слева Толик. Ага. Крани. Сухи, пацаны, уходим! Бориска, кривая сосиска. Чего? А хочешь, я это погромче крикну? Твоим друзьям понравится. И будут тебя всю жизнь дразнить кривой сосиской. Хочешь? Ладно, я не буду. Но если я еще раз услышу про красную рожу, вся школа будет знать про твою Бориску. Понял? Лягушки не получились, зато зайцы отменные. А что ты им сказал? Что дразнится нехорошо. И в следующем году мы планируем открыть 14 филиалов в разных странах. Простите, одну минуту. Добрый день. Петр Васильевич, добрый день. Что, срочно? У меня была Евгения Пёрышко. Что хотела? Она оформила отказ от наследства. Она точно понимала, что делает? Абсолютно. Настроена была решительная. Я понимаю ваше удивление. Это все, что я вам хотел сообщить, Петр Васильевич. Всего доброго. Да, до свидания. Мам, смотри, сколько мы всего накупили. Как на Новый год. Зачем? Не надо было. Как-то неудобно. И бананы есть. И апельсины. И яблоки. Женечка. А вы как себя чувствуете? Да нормально просто повело. Нет, вы лежите, вы лежите. Можно? Посмотрите наверх. У вас часто такое? Да нет, я и внимания не обращаю. Я все-таки картошки подогрею. Вы лежите. Вы лежите, я все равно сейчас уже пойду. Может, хотя бы чаю. Да у меня дела еще. А может быть, ты у нас поживешь? Сережа, Женя сказала, что у нее дела. Она к нам еще приедет. Правда? Ну, конечно, приеду. Обязательно. Ну, что же вы плачете? А что же это со мной на вы? Как чужая. Вот, возьмите, пожалуйста. Здесь, конечно, немного. Пожалуйста, берите. Ты еще вернешься к нам? Конечно, вернусь. Честное слово. Мы с газировкой чипсами решили? Угу. До свидания. Пока. Женя, ну ты такая молодец. Столько лет прошло, а все-таки нашло. Ты нашла, да не то. Я же искала помощь, поддержку, а тут... Ну, бы сам кто помог. Ну, а две радости в один день не живут. А может, это не она? Ну, доказательств же нет. А твои чувства, что они говорят? Да мои чувства с ума сошли. Жень, ты нашла семью, а вместе с семьей проблемы. А каково им? Они жили как-то, перебивались. А тут ты. Для них это такое счастье и страх. Ты им ничего не должна. Понимаешь? Да, конечно. Ты чего такая замороченная? Да все нормально. А выглядишь не очень. Да не знаю я. Все недели давление низкое. Может, и стала вот так, понервничала еще. Да? А кто это? Что с ней? В какой больнице? А сын ее тоже там? Да, я поняла. Поняла, я еду. Скажи, что у меня семейные проблемы. Скоро буду. Какая семья? У тебя разве есть семья? Я тебе потом объясню. Все, убежала. Позвоню. Вот дает. Сережа. Привет. Я ждала, ждала тебя. Думала, ты не приедешь. Ну, как я могла не приехать? Пойдем с врачом поговорим? Пойдем. У Зинаида Васильевна прободная язва. Большая потеря крови. Ситуация была критическая. Мы не стали ждать. Сделали ей операцию. И как она сейчас? Ну, как? В принципе, неплохо. Мы перевели ее из реанимации. Она должна полежать у нас некоторое время. Вот молодец, настоящий мужчина. Вы кем ему приходитесь? Сестра. Можете навестить ее. Спасибо. А ты что? Правда моя сестра? Правда. Мам, ты знаешь, кто мне Женя? Сестра. Представляешь? Представляю. Я пока перееду к вам. Так что с Сережей все будет в порядке. Ты же не против? Не против. Она такая добрая. Я ведь не лечилась, потому что боялась, что Сережа останется один, его заберут органы опеки. Они ведь только ждут повода. Я обещаю. Я никому его не отдам. Я понимаю, что ты нам ничего не должна. Не обязана это делать, я. Прошу тебя, позаботься о нем, он твой брат. Пожалуйста. Я понял. Если я твой брат, а ты моя сестра, то моя мама и твоя мама тоже. Угу. Ты ведь справишься, доченька. Мамочка. Мамочка, я так долго тебя ждала. Ну что, я готовлю ужин, а ты делаешь уроки? Нет. Давай лучше мультик. Ну, хорошо. Тогда я смотрю мультики, а ты готовишь ужин. Нет, я не умею ужин. Хм-хм. Тогда давай поспорим. Кто из нас быстрее, я приготовлю ужин или ты сделаешь уроки? А на что спорить будем? Пригравший моет посуду. Умеешь мыть посуду? Ну, так немножко. Ну что, спорим? Кто быстрее? Так, ну что, на завтрак кашу приготовлю? Не, лучше бутерброды с кетчупом и майонезом. Сереж, про сухометку с кетчупом и майонезом можешь забыть. Я тебе приготовлю овсянку, добавлю туда курагу, изюм тебе понравится. Я ненавижу кашу. Так, Сереж, это не обсуждается. А ты не такая уж добрая. Ну что, готов? Давай на старт. Внимание, марш! День добрый. Здравствуйте. Зашла вот по-соседски спросить, как там Зинаида. Неплохо, спасибо. Ей операцию сделали, идет на поправку. Дай бог ей доброго здоровья. А вы все-таки из опеки. Но давно пора. Она моя сестра. Да? Вы знаете, мне готовить нужно. У нас с Сережей соревнования. Так я что заходила-то? Может, ты мне по-соседски-то денег одолжишь? Мне буквально чуть-чуть на хлебушек. Вы знаете, я сейчас сама в стесненных обстоятельствах. Если хотите, я полбуханки вам отрежу. А сами полно сумки еды набрали. А мне обстоятельства. Ну, погоди. Сейчас будут тебе обстоятельства. Алло. Опека. Опека. Сережа. Эй. Давай, вставай. Сережа, я сейчас щекотать тебе буду. А ну да выставай. Эй, меня-то за что? Здравствуйте. Я из органов опеки. Доброе утро. Нам стало известно, что мать Сережи попала в больницу, он остался один. Без надлежащего ухода в неприемлемых условиях. Ну, это какая-то ошибка. У Сережи все в порядке. У нас другая информация. А где он? Дом прячется от вас. Пожалуйста, продолжим разговор на улице. Послушайте, Сереже нельзя забирать из дома. У него лобильная нервная система, может быть, срыв. Вы что, медицинский работник? Да, я медсестра. Работаю в институте материнства. А кем вы приходите, Сергей? Сестра, вы можете это подтвердить? Естественно. А как? Вам нужно предоставить ваше свидетельство о рождении. Ну, хорошо. Хорошо, я вам его привезу и отдам буквально на днях. Обещаю. Учтите, мы будем следить за ситуацией. Вот мой номер телефона. Звоните. Как только следствие будет у вас на руках. Хорошо. До свидания. Сережа. 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 Сережа, влезай, она ушла. Женя. Не отдавай меня, пожалуйста. Я буду есть кашу. Каждый день, честное слово. Сережа, тебе обещаю. Я никому тебя не отдам. Ты мне веришь? Виктория Андреевна, мне срочно нужно сделать анализ ДНК. У меня, правда, с деньгами туговато, но я потом обязательно рассчитаюсь. Конечно, сделаем. Что-то случилось? Я маму свою нашла. Да ты что ж. Женечка, я тебя поздравляю, я так рада. Но она сейчас в больнице, и у меня на руках остался брат с 7 лет. Господи, а при чем тут анализ ДНК? Ты, наверное, хочешь подтвердить родственную связь. Его могут забрать в органы опеки, они уже приходили. Я, конечно, соврала, что у меня есть свидетельство, где мама указана. Но они же придут еще. Добрый день, это Миронова. Сейчас придет наша сотрудница, нужно срочно сделать анализ ДНК. Угу. Хорошо. В лаборатории тебя уже ждут. Спасибо большое. Маша посадила три клёна. А Костя на две березы больше. Сколько они всего вместе деревьев посадили? Ну, тут березы, там клёны, я не знаю. Ладно, смотри. Это же все деревья, правильно? Угу. Ну, один посадил три, а другой три, и еще два. Сколько это? О-ПЕ-Ка. Ну, чего ты испугался? Ну, подумай, что опека, давай решай, деревья. Алло, да? Да, добрый день. Да, я вам привезу его послезавтра и отдам прямо в руки. Послушайте, я заинтересована в этом так же, как и вы. Он в порядке уроки делает. Да, пообедал. В школу ходил. Я... И вам всего доброго. Сереж! Сережа! Простите, вы Сережу не видели? А что, сбежал? Ну, так, он на минуту вышел. Да не вышел, а выскочил, как ошпаренный. А куда выскочил? Ох, выскочил весь в слезах. О, жалко мальчонку-то. Било, что ли, его? Простите, куда он побежал? А вот этого не заметила. Что, не доглядела за мальчонкой? Что Зинке-то скажешь? Алло. Алло, Жень. Я прилетел, чтобы поговорить с тобой. Пожалуйста. Я... Я... Ты что, плачешь? Я... Жень, что случилось? У меня брат. Брат пропал. Какой брат? Да мой брат. Я за ним присматриваю, пока мама в больнице. Чья мама? Да моя мама. Жень, я ничего не понимаю. Ты сейчас где? Поселок Андреевка. Жди там, я скоро буду. Поверни налево. АПЛОДИСМЕНТЫ Тебе многое изменилось. Угу. Расскажешь, как Семена шла? Ведь, прости меня, сейчас вообще не до рассказов. Расскажешь, как Семена шла? Поснули. Простите, вы не видели мальчика, светленького? Семь лет не пробегал? Нет, нет. Не видел. Извините, пожалуйста. Мальчик, семь лет, такой светленький, не пробегал здесь? Точно? Не видела. Не видели? Нет. Поехали. Я же, кстати, нашел дочь Пирожка. Помнишь художницу, которую ты считала своей матерью? Она будет рада. Вот здесь тормози. Парни, вы Сережу видели? Нет. А ну-ка, в глаза мне посмотрели. Вы видели Сережу? Он убежал из дома. К нам приходили из опеки. Он из-за этого? Я не знаю. Пацаны, я делаю все, чтобы он туда не попал. Я достаю справки, я уговариваю людей из опеки. И если они узнают, что он сбежал, они его точно заберут в детский дом. Так вы знаете, где он? Тут недалеко. Покажете? Сюда. Серега, сестра твоя пришла. Рэнь, не отдавай меня. Глупый. Как ты мог подумать, что я тебя кому-нибудь отдал? Иди сюда. Сереж, да не бойся. Ты мой знакомый. Петр. Сережа. Очень приятно. Впереди поедешь? А можно? На слеже не против? Видимо, не против. Залетай. А что это такое? Это стрелка спидометра. Она показывает, с какой скоростью едет машина. А вот этот вот одометр, он показывает, сколько машина проехала за все время. И сколько же она проехала? Сто двадцать восемь тысяч километров. Ого. А это много? Да, это как три раза вокруг нашей планеты проехать. Представляешь? Ого. А наша планета большая? Да, огромная. И на ней очень легко потеряться и не найтись. Представляешь, ты бы потерялся и не нашелся. А вот что бы ты тогда делал без мамы, без сестры? Я просто испугался, что Женя хочет меня отдать в детский дом. Серега, послушай, вот в жизни и так много людей, которым мы можем верить. Вот для тебя такие люди это мама и Женя. И ты должен верить, иначе жить невозможно. И недоверие оскорбляет тех, кто нам близок. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, спасибо тебе, что помог. Пока. Женя, я прилетел специально что-то с тобой поговорить. Иди, я тебя отгоню. Говори сейчас. То, что я дурак, что я наговорил всякого тебе, ты сгорячай. Правда, не хотел, и отец был не тот человек. Ему можно манипулировать, я это все понимаю. А если он принял такое решение, значит, он хорошо это все обдумал. В общем, дом по праву твой, и я... Жень, давай вернем все как было. Петь, сейчас все изменилось. У меня есть мама, брат. И как раньше, быть уже не может. Спасибо тебе, что помог. Дальше мы и сами. Прощай. Сереж, иди, мои руки. Сейчас обедать будем. Хорошо. 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 А этот дядя еще к нам приедет? Тебе что, жалко, что он уехал? Тогда зачем ты его прогнала? Да, что ж такое? Алла Викторовна, добрый день. Добрый день. Я приехал по просьбе Жени. Да, 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 я помню, бедная девочка. Она просила найти вашу дочь, и я нашел ее. Вы проходите. Ее зовут Каролина. В детстве девочка перенесла операцию, и сведения о ней остались в системе. Сейчас учится в университете на дизайнера. И как-то неудивительно, она увлекается славянской историей. Она не говорит по-русски, но маленько понимает русскую речь. И, если честно, она не очень поверила, что вы ее мать. Хотите с ней поговорить? Да. Можно? Да. Все задержите. Привет, Каролин. Это я снова. Как дела? Как дела? Привет, Петер. Я все равно. Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Здравствуй, доченька. Мам. Ой. Дочь. Доченька. Боже мой, какая ты у меня красавица. Ты... Ты учишься на дизайнера, да? Ты дизайнер. Да. Да, Петер сказал, что ты не артист. Да, 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 да. Я художник. О, Боже. О, Боже. Мам, ну ты чего? Давай. 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 Мама! Сыночек мой. Ну что, ты тут дома один делал? Я уроки сделал. И пол поднял. А мультики? А мультики у меня времени не было. Ну, чудеса. Пойдем. Покажешь мне, как вы тут. Без меня жили. Господи. Как же хорошо дома. Ну, рассказывайте, что у вас нового? Опека не приходила? Нет, давно не приходила. Зато дядя Петр приезжал на своей такой огромной машине. Представляешь, мам, он на ней три раза вокруг земли объехал. Какой дядя, Жень? Так, ерунда. Да, ерунда. Женя все равно его прогнала. Мам, видела, какая футболка? Ой, да ты его приодела. И лицо почти очистилось. Сережа! Сережа! Выходи, будет! Можно? На час, не больше. Тебе уроки делать надо. Ага, хорошо. Сережа! Да? Виктория Андреевна, я была в лаборатории, мне сказали, что результат анализа у вас. Да, Жень, садись. Что-то не так? Ну, как тебе сказать? Неожиданности есть. Вот, держи. Это сопоставление идентичных участков ДНК в твоем образце и в том, что ты взяла у своей мамы в больнице. Это твоя мама. Ты ее дочь. Спасибо огромное. Слава Богу. Погоди, это не все. Вот еще. Это... Я? Мама, мы что, переселяемся? Женя, ты еще снимаешь комнату? Ну, да, месяц оплачен. Хорошо. Потому что ты должна от нас уехать. Мам, что-то случилось? Ты не должна свою жизнь у нас тратить. Ты молодая, неустроенная. Тебе о себе надо подумать. Ты на мамочку что-то такое придумал? Я знаю, что говорю. Тебе жить надо, а не вот это все. Тебе замуж надо, детей рожать. Все. Рада была познакомиться. Насчет детей это произойдет раньше, чем ты думаешь. Ты что, беременна? Тебе? Ты что? Ты что, мам? Бураченька. Мам, я не знаю, что мне делать. Это вот просто все навалилось. Сразу. А что ты знаешь-то? Ребенок это такое счастье. Ты родишь. Мы с Сережкой тебе помогать станем. Ты знаешь, какой он будет счастливым. Ну, племянник будет. Ну, племянница. Точенька, у тебя же семья есть. Спасибо, мамочка. Вместе-то все сможем. А отец-то кто? Вот этот мужик на машине. Он знает? Нет, не надо ему знать. Нет, ну, тебе виднее, конечно, но надо ему как-то сообщить. Ну, тебе виднее. Тебе виднее. Господи, доченька. Все. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте. 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 Смотри, мам, это дядя Петр, который к Жене по делам приезжал, а она его прогнала. А я вас давно жду. Нам надо поговорить. Мам, Сережа, да куда вы подевались все? С Женей мы у Петра. Продолжение следует... Как же это долго. Я так тебя ждал. Твоя мама мне все рассказала. Приехала. Ого, мам. А я тут хозяйничаю. Вот салат готовлю. Мясо Петр не дает готовить. Говорит, сам пожарит. Боится, наверное, что испорчу. Ну да, готовится у них семейное. Что это такое? Смотри, как он мне машинку дядя Петя купил. Класс. Да. Пойдем, у меня для тебя сюрприз. Мы скоро. Сереженька, иди поиграю. Теперь это наша комната. Ты бы хоть меня спросил. Еще успею. Смотри. Это пирожка нарисовала тебе, я попросила передать. Здорово. Посмотри наоборот. Женечку буду тебе вечно благодарна за то, что ты сделала для меня и моей дочери. Прости меня. Это первое, что я должен был сказать. Прости. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты мне очень нужна. Не молчи. Скажи лучше, что я. Привет. Привет. Вот так встреча. Ну да. Как ты? Все нормально. А ты как? Нормально. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Какие новости? Да новостей куча. Ну вот новости. Поздравляю. Спасибо. Ну, ознакомься. Это мой муж, мой брат и мой сын. Петр. Саша. А это мой бывший коллега. Ой, слушайте, там такая очередь была. Сереженька, держи, это тебе. Держи. О, мам, а я же не ем сладкое. А, Жень. Ну, мам, спасибо. Петь. Нет, 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 спасибо. Ну, а что мне с ней делать-то? А я знаю, что. Саша, ты же любишь сладкое. Спасибо. Извини, нам пора. Мне еще сегодня день рождения. А, да, сегодня же 23 августа. Да. Поздравляю. Спасибо. Пока. Вот это мой. Так? Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»